Друзья мои, сегодня я хотел бы с вами поделиться темой воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Текст, который я прочитаю, о нем мы уже говорили сегодня, поэтому если у вас есть Евангелие Священное Писание, Евангелие Луки, мы прочитаем из 24 главы. Двадцать девятый и тридцатый стихи. Повествование здесь идет о том, что когда Христос воскрес из мертвых, Он явился сначала Марии, как нам говорит евангелист, которой Он изгнал бесов, семь бесов, а потом явился двоим идущим ученикам, идущим из Иерусалима в город Эмаус. Господа Луки, chapter 24, verses 29 и 30. И вот по дороге, когда они шли, Иисус присоединился к этой парочке, которая шла, и спрашивает их, о чем вы рассуждаете? Ну как, ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме? Распятие было. Нашего Господа Христа распили. Старейшины, знатная элита, религиозная. Рассказывают они, что произошло. И дальше они говорят, а мы думали, что Он был тот, который должен спасти нас. Вот третий день проходит. Кстати, были женщины и ученики, которые пришли ко гробу, тело Его не нашли. И Христос, слушая их, начинает им говорить. Они смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что было сказано обо Мне. И начал от Моисея и от всех пророков объяснять, Писание говорит, что было сказано о Нем в Писании. И вот они, рассуждая о Слове, когда Господь открывает им истину, они подходят к дому, где они должны были останавливаться. И Он делает вид, что как будто хочет идти дальше. Они Ему говорят следующее. День склонился к вечеру. То есть, куда на ночь идти? 29 стих. И они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. 31 стих. И тогда открылись у них глаза, и они увидели Его, но Он стал невидим для них. И потом они говорят, почему в нас не горело сердце? Друзья мои, вы видели людей с потухшим сердцем? Верующих людей в Бога, но потухшее сердце. Люди, которые исповедуют правильные доктрины, но сердце потухшее. Тема такая. Как наш воскресший Господь. Господь зажигает потухшие сердца. На примере, в котором мы сегодня прочитали из Евангелия Луки, мы посмотрим, как Христос зажег эти потухшие сердца. Каким образом Он вернул им то, что они потеряли? Каким образом Он восстановил в их жизни надежду не на то, что они себе представляли о том, каком должен быть Мессия, о котором Он был открыт на страницах Писания? А главное, друзья мои, я хотел бы, чтобы мы сегодня взяли практические вещи, которые помогут сегодня вам и мне гореть, иметь зажженное сердце, способное излучать надежду, тепло и благословение Господне, потому что Он живой и Он в нас, надежда славы. чтобы наша жизнь не была похожа на светильник, который перестал гореть или который только издает определенную копоть, чтобы наш светильник был тем, который давал бы тепло и указывал, может быть, другим на тот путь, по которому, возможно, нужно идти. Мир, в котором мы сегодня живем, очень нуждается в свете. Друзья мои, но если наш светильник, потухший, не зажигается им, воскресшим Господом, скажите, что мы можем дать миру, в котором мы живем? Люди сегодня очень много различных идей и философий предлагают, как изменить мир, в котором мы живем. У политиков есть свои рецепты для этого, у философов свои представления. Христос нам предлагает свое правило. для того, чтобы нам изменить мир, в котором мы живем. Друзья мои, мы не сможем это сделать, если у нас внутри не горит. И ученикам Иисуса Христа, перед тем, как они начали эту миссию, которая разнеслась по всей земле, миссия проповеди Евангелия, Благой Вести, эта Благая Весть должна была зажечь их сердце. И когда Благая Весть о воскресшем Христе, она зажгла их сердца, друзья мои, через этот свет внутри Бог начал менять людей живущих. Видите, как говорит мир сегодня? Он говорит, чтобы нам изменить проблему бедности, что мы должны делать? Мы должны больше денег давать людям, то есть изменить среду. Репарэйшн, знаете, в Сан-Франциско. Каждому, у которых предки были рабами, совет города решает дать по 5 миллионов долларов. И скажите, вот этим бездомным людям, которые сидят на Велфаре, и когда им дают 5 миллионов долларов, вы их жизнь измените? Конечно! Это все поменяет, поменяет их. Они, наконец-то, купят то, что заслужили. Ну, это политики говорят сегодня. Христос говорит, но менять, если мы хотим, мир, в котором живем, нужно менять не дом, в который мы переселяемся, а то, что происходит в нашей жизни, в сердце нашем. И даже если беднота или бедность не превращается в изобилие, но в сердце человека есть этот свет, который горит, он счастливый человек, блаженный. Вы, наверное, встречали таких людей, у которых ничего нету. Но они счастливые люди. И эти люди, у которых ничего нету, они все отдавали свою жизнь и с радостью принимали эту долю, считая это привилегией для себя. Итак, друзья мои, how risen Lord fires up the downhearted? Downhearted – это люди унывающие, люди, которые поникшие, люди, которые безнадежны. Как Христос сегодня зажигает потухшие сердца. Первое. He rebuilds foundation of our faith by truth of the word of God. Бог восстанавливает основу нашей веры. Каким образом? Через истину Слова Божьего. Друзья мои, без слова нет жизни. Без слова истины нет огня. Без слова нет надежды. И вы знаете, для того, чтобы у этих двух учеников снова сердца возгорелись, с чего начинает Иисус? Он начинает от Моисея через всех пророков, то есть все, что было в Писании, являлось истиной, на чем они основывали свою веру. То, что говорилось о Мессии, Христос начинает им это все изъяснять, объяснять через Писание. Скажите, а что, они никогда ничего не слышали подобного? Наверняка с детства слышали. Друзья мои, у меня вопрос. Скажите, а разве многие вещи, когда наша жизнь или наше сердце начинает гаснуть или коптить, разве мы не знаем, что говорит Библия? Знаем, правда? Может быть, не все, но большинство из вас знают обетование Божие, и многие из вас, возможно, имеют, даже на холодильнике написано, какие тексты нужно читать в определенный период времени, когда мы переживаем. То есть все вроде бы знакомо. Большинство из вас знают 22-й Псалом наизусть, 90-й Псалом, 120-й Псалом. Все мы знаем, и даже можем цитировать это. И в то же самое время даже зная эти истины, враг через те или иные обстоятельства начинает колебать то, на чем мы зиждем свою веру. Итак, Христос начинает с того, что Он начинает говорить нам сегодня с вами то, во что ты уверовал. Пошел, когда пошел за мной, это истина. Я есть тот истинный Мессия. Сегодня у Него разочарование у одного и другого ученика. А Христос начинает объяснять, что это есть правда. На этом ты можешь строить дальше. Друзья мои, я хотел бы, чтобы каждый у нас сегодня присутствующий услышал, знаете, когда приходит уныние в вашу жизнь, услышали слово, чтобы вы знали, что вы уверовали в истину. Дьявол будет пытаться всегда сказать, да, может быть, а может быть не так. А так ли сказал Бог на самом деле? Чтобы, посеяв в нашу жизнь сомнения, привести к тому, чтобы огонь нашего сердца погас. Итак, сегодня пусть слово Господне, которое является основанием, является нашей будущей жизни. Пусть Господь Сам сегодня нам, с каждым из нас скажет, ты, дитя мое, ты, прощенный Богом человек, я отдал свою жизнь за тебя, ты мой, я тебе готовлю место, чтобы быть всегда, навеки с тобой, и ты был со мной. Друзья мои, я хотел бы, чтобы вы сегодня проверили и подтвердили в духе своем то основание, на котором вы стоите сегодня, если вы верующий человек. Если слово Господне не является фундаментом вашей жизни еще, я бы очень хотел бы, чтобы вы строили свою жизнь на фундаменте Слова Божьего. Оно непоколебимо. Ни смерть, ни ад не смогут разлучить нас от любви Господней. Это фундамент, он непоколебим. Ибо всякий, кто слушает Слово Мое и исполняет Его, я уподоблю человеку, который что? Построил свой дом на камне, который имеет этот свет. Второй очень важный момент. Ибо всякий, Господь, 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 He makes our hearts to be receptive. He makes our hearts to be receptive. Я вот иногда, когда с детьми провожу занятия, я им говорю об те или иные истины. все правильно я смотрю на них, да? как вы думаете, какая у них реакция? вы думаете, они мне говорят нет, это неправильно они соглашаются, конечно да, мы согласны с этим я думаю, когда Христос рассказал ученикам своим идущим в Имаус вы думаете, они сказали нет, мы с тобой не согласны они сказали, да, мы согласны скажите, а что это согласие производит в их жизни? ноль ничего друзья, мои согласие с божественным принципом или Словом Божиим и то, что мы с этим соглашаемся оно не производит действия в нашей жизни то есть, я принимаю истину на уровне моего разума да, я соглашаюсь а мое сердце, оно закрыто различные причины могут быть для этого смотрите, что делает Христос он, когда им рассказал все, что нужно он вроде бы делает вид, как будто хочет идти дальше они ему говорят, что останься с нами ну, было им интересно поговорить и сказано он заходит к ним в дом это уже не случайный прохожий это уже человек, который возлег вместе с ними преломляет вместе хлеб разговор дальше продолжается разговор уже, смотрите, продолжается не о том, что сказал Моисей и пророки вопрос сегодня как то, что сказал Моисей и пророки сегодня достигают твоего и моего сердца и они вместе с ним когда возлежали я глубоко верю и кушали знаете, что происходит с сердцем человека вдруг оно становится мягким оно становится податливым оно понимает, что действительно у меня есть проблема с этим неверием да, Господи помните, Фома говорит Господь мой, Бог мой вдруг вчера он еще говорил пока я не увижу я не поверю он был такой в высокомерных своих глазах и сегодня он видит и говорит, что Господь мой и Бог мой и вот эти ученики которые сидят с ним за столом они еще не узнают в нем Иисуса Христа воскресшего из мертвых но сердце их становится знаете мягким друзья мои знаете, что не позволит вам и мне никогда иметь сердце зажженное Божьим светом это если у нас сердце будет каменное это если у нас сердце будет ожесточенное если у нас сердце будет наполнено какого-то негодования противления Бог не зажигает такие сердца и эти люди которые имели свое представление о нем вдруг он смотрит на них и видит что они готовы так же само Христос увидел Закхея который говорит Закхея мне нужно что сейчас быть в доме в твоем потому что я вижу тебя у тебя готово сердце к этому встречает он женщину у колодца он видит ее сердце он видит ее разбитую жизнь и нужду ее в спасителе он помните через пророка Господь говорит я вытащу у вас сердце какое каменное и что я дам вам сердце плотяное чтобы вы способны были слышать и вы способны были видеть не ожесточайте свое сердце вы знаете почему евреи не приняли Христа сегодня можете по интернету слушать все что хотите в одно предложение они ожесточили свое сердце почему израильский народ погиб ходя по пустыне 40 лет в одной горы помните описание говорит они что сделали ожесточили свое сердце скажите что они разве не знали истины друзья мои бог хочет сегодня ваше и мое сердце зажечь зажечь новой надеждой новым упованием на него не ожесточайте свое сердце сегодня я молюсь тоже о том чтобы господь сердце Виталия Петровича сделал мягким в жизни есть возможно много причин от чего мы ожесточаем свое сердце часто бывают несправедливости которые происходят не 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 то исполнилось что мы ожидаем не не так все в жизни прошло как мы планировали и наше сердце ожесточается друг мой не ожесточай свое сердце господь его хочет сделать мягким и когда она будет мягкая как почва готовая к принятию благого семени вот тогда туда попадет семя и принесет обязательно свой плод и он сел с ними возлег и когда он видит что эти сердца готовы принять что тогда он делает он берет хлеб хлеб берет в руки и что делает преломляет его и дает им третье очень важное друзья мои христос personalize the truth to my personal darkness он истину божьего слова общую эту истину о том кто он есть как воскресший господь мессия живее который является всех живых он вот эту истину да он хочет своими руками принести знаете не для всего мира а в то что является мраком в нашей личной жизни удивительно что посмотрите он встречается с Фомой и обращается к его личной проблеме да он встречается с Петром и обращается к его личной проблеме друзья мои Бог не зажигает сердца всех нас вместе взятых потому что у нас у каждого есть возможно своя причина почему наши сердца гаснут потому что у каждого из нас возможно есть борьба которая известна только ему и возможно вам и мы не знаем и вот Господь этим двум своим ученикам дает хлеб преломил как вы думаете когда он преподносит им хлеб в руках что они видят я не думаю что он проводил хлебопреломление нет это было не хлебопреломление это просто было преломлением хлеба как вы думаете что они видят вдруг они видят его руки и что-то замечают на этих руках это себя я представляю так что они заметили Вдруг они видят раны от гвоздей Вдруг они увидели то, что Фома увидел И говорит ему, засунь свои пальцы Не будь неверующим, но будь верующим И вдруг в преломлении хлеба Они видят руки своего учителя И что происходит с ними? Их глаза открываются Так это ты? Так это ты, наш Иисус? И как только они увидели в нем Этого воскресшего из Господа Поправшего смерть Что делает Иисус? Исчезает Друзья мои, я думаю, что у каждого из вас У вас сегодня, возможно, есть или воспоминания Или опыт, когда ваши сердца тухли пред Богом У кого-то это было сомнение У кого-то разочарование в жизни У кого-то предательство У кого-то болезнь, может быть У кого-то диагноз Что бы то ни было, знаете Враг всегда пытается на наш огонь Который горит Налить хотя бы стаканчик воды Чтобы поменьше оно горело Друзья мои, знаете, что уникально Что Бог знает причину Почему наш огонь тухнет И вот Он истину этого своего слова Берет и показывает нам Что я не просто умер за грехи всего мира Я и твою проблему Которая есть, знаю И ранами моими Я хочу, чтобы и твоя душа Сегодня Исцелилась Чтобы твое потухшее сердце Сегодня Снова загорелось Четыре вещи Что сделал Иисус Христос После того, когда Он встретился с ними Он поменял их фокус Сначала Помните, они были сфокусированы На чем? А вот мы А вот наши женщины А вот наши братья А вот мы и наши Христос фокус Их меняет С мы и наши на кого? На него и на его слово Друзья мои, вот что хочет Господь сегодня Иногда мы настолько Находимся в мире Где мы видим Себя Ой, я такой У меня столько проблем У меня то-то Себя видим в каком-то Негативном свете Что мы недостойны Порой ничего И наши вокруг тоже Никакой надежды Вокруг не имеют И так же, как и мы Находимся в депрессии В отчаянии Христос говорит А теперь посмотрите На меня И посмотрите На мое слово И посмотрите На мои руки Таким образом Господь Начинает Процесс Зажигания Вы знаете Для того, чтобы Зажечь светильник Или дрова Или костер Знаете, что нужно сначала Сделать С С С С хворостом Или с дровами Они должны быть сухие Вот эта вот Мокрота Которая есть Она должна уйти Тогда она Зажигается быстро Фокус Не на себе Не на своих проблемах А на чем? На милости Божьей На жертве Иисуса Христа На истине Господней На Его правде На Его любви Второе Он меняет Наше отношение К тому Что происходит Вокруг нас Смотрите Эти люди Смотрели на своих Начальников И говорили Вот они какие Что они Придали Его А Христос Что говорит Посмотрите Теперь на Слово Божие Как оно говорит Они сделали То Что Бог Допустил Для чего? Для их славы То есть ты смотришь На то же самое Событие А что на самом деле? Ты видишь За Ним Не Причину Для печали А что? А возможность Прославить Бога И получить Через это Благословение Я вот думаю Сегодня Это очень актуально Для Наташи Действительно Нам даже сложно Представить Ну как Бог Может прославиться Через ту или иную Серьезную болезнь Через те Серьезные Обстоятельства И когда мы Фокусированы На какой-то Проблеме Это повергает Нас в уныние Знаете Как женщины Которые пришли Ко гробу Они Опустили Свои головы К земле И ничего Кроме не видели И вдруг Они подняли Свои головы Вверх И увидели И Он Сказал им Мария И все Изменилось Вдруг Эти люди Увидели В этих Людях Которые Осудили Христа На смерть Не как Свою Проблему А как Возможность Получить Им Огромное Благословение Воскресший Господь Меняет Наше Отношение К тому Что Имеет Место Вокруг Нас Третье He changes Our direction Вы посмотрите Куда Идут Люди Которые Оставляют Иерусалим Куда Они Идут В Имаус И вдруг Когда Господь Им Открывается Куда Они Идут Они Оставляют Все И куда Бегут В противоположное Направление Они возвращаются Иерусалим Иерусалим Друзья Мы Когда У нас Потухшее Сердце Мы Прячемся Порой От Бога Помните Когда дьявол Потушил Сердца Адама И Евы Через Непослушание Они спрятались От Него Вы помните Когда Грех Потушил Сердце Блудного Сына Он шел В одном Направлении И чем дальше Чем путь Становился Все страшнее 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 И вот Пришел момент Когда он Сказан Я встану И пойду К Отцу Моему Меняется Направление Жизни Вдруг В нем Загорелось То что Было Мертво Он был Мертв И Ожил Пропадал И нашелся И он Встал И пошел Совершенно В другом Направлении Эти два Ученика Встали Друзья мои Ведь была Ночь Они не стали Ждать Когда утро Встанет Когда будут Благоприятные Обстоятельства Почему? Потому что Они знали Что там еще Есть немало Людей Которые находятся В этой же Самой депрессии В которой Они были До этого Бог Бог Меняет Направление Нашей Жизни И последнее Он меняет Мир В котором Мы живем Через тот свет Который Зажигает В нас Послушайте Бог Меняет Мир В котором Вы живете Через свет Который Зажигает Ваше Потухшее Сердце Как человек Который Находится В депрессии Может давать Надежду Другим Как если Мы Не пережили Радости Встречи С воскресшим Христом Можем Проповедовать Воскресение Христа Друзья Мои Пусть Ваше Сердце И мое Сердце Сегодня Горит Этой Радостью Приведу Вам Один Пример Недавно Я Приобрел Машину Которую Купил Без Ключа Машины Не было Ключа Вы знаете Хорошая Хорошая Машина Друзья Мои Но Эта Машина Знаете Она Как Человек С потухшим Сердцем Как Вы Думаете Можно Ездить На Машине Без Ключа Можно Можно Только Главное Чтобы Машина Стояла На Горке Или На Тележке Да И тогда Эта Машина Да Вот Машину Подвезли С тележки Ее Сняли На Горке Остановились И Без Ключа Она Катится Вниз Да Она Едет Можно Рулить И Пока Дорога Идет Вниз Машина Едет Друзья Мои Можно Жить С потухшим Сердцем Можно Ну Чем Дольше Мы Двигаемся С потухшим Сердцем Тем Больше Больше Проблемы Окунаемся Не так ли Я думаю Что-то надо Делать С этой Машиной Что Делать Знаете Современные Машины Они имеют Компьютер И у них Есть Вот такие Ключи Которые В зажигании Не ставятся Там На Панели Есть Кнопочка Которую Нажимаешь И машина Заводится Без того Чтобы ключи Туда вставлять Я думаю Ну у меня Есть такие Ключи Разные Вот Я Читаю На интернете И там Описывается Если вы хотите Чтобы ваша машина Завелась То вам нужно Не просто какой-то Брелок взять Да А вот Чтобы этот Называется На английском Фаб Да Чтобы он Подходил По своей Спецификации К машине Которая Вы пытаетесь Завести Я заказал на интернете Этот ключ Четко посмотрел Чтобы в нем Была такая же Самая Frequency То есть Частота И у меня Есть ключ Я знаю Что Моисеи Пророки Говорили В Ветхом Завете О Христе Правда? И вот с этим ключом Я сажусь В машину Нажимаю На кнопочку И что делается? Потухшее Ничего не горит Ничего не работает Друзья мои Не проблема В том Что вы не знаете Или я не знаю Что Библия говорит Вы можете иметь Все вот здесь Правильные слова Правильные цитаты Правильные стихи Из Библии Правильные псалмы Можно цитировать Но садиться в машину И она будет Не работать Почему? Человек должен был прийти Приходит человек С большим компьютером Смотрит на этот ключик Что-то делает у себя И потом я смотрю Знаете, что он делает? Он берет вот этот ключик И почти Вот так Как к микрофону сейчас Подводит его Соприкасаясь С той кнопочкой Которая заводит машину Вот этот ключик Должен что сделать? Соприкоснуться Пока за этой кнопочкой Стоит Какой-то датчик Который Только на самом близком Расстоянии Ловит этот сигнал И который Возможно Перепрограммировать ключ Если вы отвезете его Даже вот на такое расстояние Сигнала нету И поэтому Христос зашел В дом к этим людям Чтобы вот так Прикоснуться К их сердцу И когда он Вот таким образом Прикоснулся К их сердцу Что происходит? Вдруг Панель приборов Вся загорелась Вдруг Все лампочки Которые должны были гореть Вдруг Они все светились И что? И он потом Нажимает на кнопку И машина Джин И завелась Скажите Who fired up My car? Кто завел Мою машину? Мой ключ Тот, кто постучался И сказал Я С вами хочу Преломить хлеб Ваше сердце Ваше сердце Ваше сердце уже Готово Принять У меня есть то слово От которого будет зависеть Жизнь Оно готово И мы должны Это Personalize Этот человек И этот человек Мне сказал С этого момента Как этот ключ Он специалист Прикоснулся к этой кнопке В машине И его чистота Стала Созвучна С тем Что является Компьютером В машине Он больше Не будет Способен Ни одну Другую машину Заводить Он только Создан Для этой Машины Таким образом Господь берет Это слово То, что могло бы Быть для любой Машины Да? И настраивая Зная Состояние нашей Души Проблем Нашего сердца Проникает Туда Это слово И что происходит? И происходит Зажигание Нашего сердца И они говорят Почему не горело В нас сердце Когда он По дороге Объяснял Знаете почему? Потому что Ваше сердце Не было готово К принятию Дорогие мои Пусть слово Божие Сегодня Достигает Наших сердец Пусть сегодня Слово Божие Оно проникает В нашу жизнь В это Мягкое Сердце Которое Способно Принять Друзья мои Нам придется Ехать На гору И без Вот этого Ключа Правильного Запрограммированного Вы на гору Не сможете Ехать Вы знаете Куда шли Ученики С Имауса Когда они Шли В Иерусалим Они поднимались На гору Когда они Шли С Иерусалима В Имаус Они Со своими Потухшими Сердцами Они катились С горки Но когда Их сердца Зажглись Они Пошли Туда Где Центр Был Людей Преследующих И распявших Христа Побежали Туда С чем? С великой Радостью Он Зажег Их Потухшее Сердце Друзья мои Я хотел бы Чтобы Когда вы Будете Идти домой Может И вам Придется Идти На подъем Когда к папе Пойдешь Наташа Ты в больницу Когда вы Пойдете К свою Семью Нам нужно Будет Идти на гору Подъемы Всегда Сложные Я хотел Я хотел бы Друзья мои Чтобы Ваше Зажженное Сердце Делало Этот путь Не путь Который Приведет вас Еще к большему Отчаянию Но мир Но мир Начнет Меняться Почему Потому что Ваше сердце Поменялось Потому что Господь Зашел в него Сотворил Вечерю И был Узнан Вами Как живой Реальный Господин Вашей жизни Да благословит вас Господь Господь И сегодня Зажигает Потухшие Сердца Давайте вместе Помолимся